Идея раньше, чем правдивость, но она не является, то есть эта тема не является такой ключевой, как правдивость, поэтому я решил второе, и я считаю, что человек не может быть правдивым, если он не видит правдивость. И также это народная мудрость, доброта, мать, мудрость. То есть если доброты у человека нет, то он не может быть правдивым. И сейчас, чтобы немножко вы начали разочтать, я призываю вас подискутировать на это почему. То есть вопрос такой, почему человек не может быть правдивым, если он не имеет доброты? Или может быть может у вас какие-то другие множители есть? Давайте размышлять на эту тему. Допустим, человек не имеет доброты, может быть он будет правдивым? Если да, то как? Не может быть правдивым. А почему? Потому что красота и природа, и природа предполагает открытость. Да, правильно. А открытость предполагает честное множение. Да, ну как бы это все, как бы... А вот, как бы вот, почему вот? Ну, допустим, я недобрый человек, и мне надо сказать правду, и что мне будет мешать это сделать? Правильно. Первое, не будет объективности. Потому что, если я недобрый, это значит, что я буду использовать правду в своих целях, да? Вы помните, мы говорили, что правдивость бывает в благости, в страсти, в невежестве, да? Правдивость в благости означает, что я говорю человеку так правду, что он ее может принять. Понимаете, это и называется правдой. Потому что, если человек не может что-то принять, мы говорим, я тебе говорю, я вам правду говорю, товарищи. Вот я, допустим, хочу сказать правду, но если люди не могут принять, будет ли для отца это правдой полностью или нет? Нет. Почему? Только ваша правда. Нет, это не будет моей правдой. Вот в том-то и вся правдивость заключается. Потому что, оказывается, правда, она подразумевает праведность. Это значит, что эта вещь принесет счастье. Понимаете, не бывает правды, которая приносит страдания. Понимаете, правда означает приносит счастье, правда означает гармонию. Все хорошие качества характера подразумевают гармонию. Если я говорю правду, но гармонии не возникает. Это является правдой. Правда – это сила, которая вызывает определенный вид гармонии. Как мы говорили, в тонком теле ума существует 26 лепестков. Каждый из них несет в себе определенный вид гармонии с окружающим миром. Когда человек имеет все 26, он становится святым. Каждый из лепестков взаимодействует с окружающим миром определенным образом. И этот тип взаимодействия называется законом нравственности. Точно так же, как есть законы физики, химии, биологии. Вы говорили, что человек, который не будет правдивым, он не будет иметь хорошую память. Мы обсуждали это. Человек, который не… неправдивый человек, так же не имеет предвидения, возможности предвидеть несчастные случаи. Неправдивый человек, так же не имеет возможности очищать свой разум. Это все является законами нравственности, как действует правдивость. Неправдивый человек не может победить без сражений, потому что правдивость – это самая большая сила, которая дает возможность, то есть против правды никто не сможет устоять. Понимаете, правдивость – это сила, которая дает победу в любых ситуациях. Вот, то есть мы разобрали этот предисток законов нравственности, он действует вполне реально в нашей жизни, просто как бы раньше, как бы, все это правдивость, она рассматривалась с позиции морали, а мораль это не является какой-то законодательной силой в жизни, то есть это может быть закон, негласный закон общества, так, мораль – это негласный закон общества. То есть хочешь соблюдая, хочешь не соблюдая, но как бы тебя все будут борицать. Но оказывается, здесь не только проблема в морали, а проблема в том, что это реальная сила, которая действует, хоть ты соблюдая, хоть хочешь, хоть не хочешь, тебе за это придется отвечать. Понимаете? Пусть никто не узнал, что ты не соблюдаешь, но тем менее тебе придется соблюдая, потому что эта сила существует реально в природе, она действует независимо от нашего сознания, это называется закон, сила называется закон, как есть законы физики. Так же и правдивость. Поэтому человек, который не может гармонизировать с окружающим миром, это значит, что у него нет правдивости, или она есть, но не в благости. То есть я хочу использовать правду в своих целях, но разве это правда, если я правду хочу использовать в своих целях, это правдивости нет? Я говорю, вот ты ведь сделал вот это так? Он говорит, ну сделал, то есть он правда присутствует, да? Тогда я говорю, вот тогда, вот за это, вот тогда. А это вторая сила уже ничего общего с правдой не имеет, просто я использую правду. Правда же она объективно существует, независимо от меня, да? А я говорю, вот сейчас я тебе зайду в спору. И начинаю злиться. То есть у меня плохое настроение, я могу использовать правдивость для того, чтобы нервничать, там, злиться на другого человека, понимаете? И поэтому во всех спорах люди чем занимаются? Они ищут правду, чтобы иметь возможность сказать свое веское слово другому человеку. Так или нет? Какая, какой еще другой механизм спорных бывает? Только такой. И все же, почему же все-таки человек, который не имеет доброты, он не может говорить правду? Кроме этого, еще есть одна проблема. Первую проблему мы сказали, он не может сказать правду, потому что у него нет еще чувства правды. Он не понимает, что правда означает гармония, что правда для всех одинаковая. У него нет чувства правды, об этом сейчас только сказали. Второй механизм, почему он не может сказать правду? Если нет доброты. Второй механизм. Он не чувствует гармонии, поэтому он не может довести правду человеку. Теперь второй механизм. Почему? Второй механизм находится внутри него. Почему он сам не хочет сказать правду? Потому что недобрый человек, он как контактируется с окружающими людьми? Какими силами он контактирует? В какой сфере его сознание находится? В сфере злобы. Так? Это значит, что если он сам настроен на плохие качества характера окружающих людей, то в таком случае, как они будут на него настроены? Точно так же. Правда подразумевает не только то, что я говорю про другого человека, но прежде всего то, что я говорю про себя. Так? Если я говорю правду, но при этом меня окружают злые люди, мне хочется говорить правду или нет? Я боюсь. Мне страшно говорить правду. Часто люди не могут сказать правду, они не доверяют тем, кто находится вокруг. Они думают, а вдруг они будут использовать эту правду против меня потом? Зачем я буду говорить? Так? То есть злоба, отсутствие доброты. Это означает, что у человека такое состояние сознания, при котором он не может видеть, не может доверять другим людям. Он не видеть в них, не может в них тех, кто бы действительно смогли его понять. В результате этого человек, который не по-доброму относится к окружающим, он злится на них. И доброе отношение, оно бывает разное. То есть у них бывает расплеение, допустим. Бывает отсутствие терпения, называют отсутствие доброты. Это может перечитать какие-то качества характера. То есть человек знает, что я не прав в данной ситуации буду, если я буду нервничать. Но у него нет силы, нервничать так же. Потому что это способность нервничать, называется терпением. Согласны с ним? Вот, в результате он тоже добрые чувства у него, в результате тоже отсутствуют. Вот. Также доброта пропадает у того, кто совершил греховный поступок какой-то. Мы сейчас об этом подробно будем говорить. Иск destу его вопрос. И астрональдург, фармакурус. Значит, сейчас я хотел бы с вами разобрать, на самом деле, механизм возникновения и отсутствия доброты, и что такое доброта. Как мы уже говорили, доброта – это вид гармонии между двумя людьми. И оказывается, что у доброты есть несколько показателей вида. Как бы доброта состоит из трех основных видов гармонии. И, прежде всего, следует как бы обратиться к тому моменту, очень важному, что, оказывается, все виды отсутствия доброты возникают из-за накопления грехов или неправильных поступков в тонком теле ума. Я еще сейчас на эту тему немножечко вам расскажу, как бы напомню, что в нашей природе, то есть кроме грубого тела существует тонкое тело еще. И тонкое тело, оно имеет несколько слоев, как бы есть ум вместе с чувствами, есть разум и есть наша эго, природа эго. ум, имея тонкую материальность, природу, то есть ум, наш ум, он действует по законам материального мира, но очень тонким, которыми мы не всегда как бы считаем, что они существуют, но они существуют реально. можно сказать так, что ум состоит из характера, и этот характер состоит из качеств характера. И именно вот этот момент очень важно понять, что качество характера, они как раз и составляют деятельность ума, его вот эти все разнонаправленные деятельности. Вот. И любой поступок, он фиксируется в глубине ума, как, допустим, по Таджаре, по Таджаре Супре сравнивают, что есть озеро ума, и там в глубине ума есть память, то есть на дне озера ума. В этой памяти содержатся все наши поступки, которые мы совершаем во всей жизни. Понимаете? Ничего не уходит оттуда. И в тот момент, когда планеты встают над нами определенным образом, они возбуждают из глубины озера ума определенные желания и определенные идеи внутренние, которые выходят на поверхность ума и доходят до наших мыслей. Понятно? Так вот, душа, мы имеем духовную природу, мы душа, душа, она смотрит сквозь озеро ума. Если озеро ума чисто поверхность, то таким образом душа смотрит чистыми истинными глазами на окружающий мир. Если это озеро ума загрязнено чем-то, то тогда взгляд на мир становится загрязненным. Он может быть загрязненным с завистью, ненавистью, злобой и так далее. Все это называется по нашему плохим настроением. Вот определенный вид этого плохого настроения, который возникает исключительно из-за того, что мы осознанно совершаем насилие над кем-то, осознанно совершаем над кем-то насилие, этот вид загрязнения озера ума называется злобой и изгостью. Да? Вот именно этот вид загрязнения ума лишает нас возможности чутко воспринимать окружающих людей. Почему не хватает чуткости? Потому что как только мы действуем таким образом, немедленно мы настраиваемся, то есть наше озеро ума загрязняется и мы через призму злости начинаем смотреть на окружающих людей. Мы не видим у них уже хорошее качество характера, которое называется доброта. Доброта это значит противоположное качество злости. Понимаете? В результате мы смотрим на окружающих людей и видим в них злые черты характера. Это означает, что мы боимся их, мы настороженно относимся к ним. А настороженность означает барьер, заслонка. В результате чуткости в отношениях нет. А чуткости это и называется, чуткость и доброта это одно и то же. То есть это одно из проявлений доброты. То есть определение доброты, доброта это качество изначально ума. И обозначает душе свойственное душе. То есть ум. У души есть тоже ум. Духовный ум. Понимаете? Не материальный, а духовный ум. Но в материальном мире, чтобы действовать, она имеет материальный ум. Когда душа очищает материальный ум от материи, то ум становится духовным и как бы приобретает те же качества, которые вечно существуют у него. и доброта, оказывается, это качество изначально ума. Оно существует у него всегда. И обозначает склонность к чуткости по отношению к другим. То есть из трех качеств состоит. Склонность к чуткости первая. Способность быть непритязательным и иметь мягкое сердце. Мы сейчас будем говорить об этих трех. Итак, склонность к чуткости означает, что человек не имеет злобы. То есть он не совершал злых поступков в своей жизни. В результате в возле его ума нет той силы, которая закрывает пеленой злости его взгляд на окружающих людей. Пеленой злости означает выискивать плохие качества характера. Как, я не знаю, говорил с вами или нет, что есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Вы говорили об этом, нет? Сознание мухи, да, говорили на одной из версий. Сознание мухи означает, что человек, его озеро ума осквернено плохим взглядом на вещи. И в результате, допустим, ну вот муха она, допустим, она решила исправиться, допустим, и так же как пчела искать только мед она решила, да? Она решила искать мед в своей жизни. Но когда она полетела и по дороге она увидела, что там лежит какая-то кучка, бардак, навалили. Вот. Безобразие просто, да? Она говорит, безобразие. Вот. И она решает разобраться со всем этим вопросом. Она летит туда, к этой кучке. Вот. И дальше она там остается. И забывает про мед. Точно так же люди, они как бы вроде бы хотят, вот друг другу говорим. Давай поговорим с тобой по душам. По-человечески все хорошо. Мы же с тобой все-таки друзья. Давай поговорим. Вот. Вот. Ну. Вот я вот считаю тебя хорошим человеком. Хорошим человеком. Но. Но. Вот это но означает злого. То есть она в сердце из сердца не сжита. Вроде бы уже помириться хотел. Но. Вот если бы ты делал для меня вот так. То. Слово. Тогда было бы еще лучше. Хорошим. Понимаете. То есть он. Он как бы хотел насладиться медом общения с человеком. Да. Но при этом. Видя человека. Он увидел у него не мед. В его сердце он сжил. Как бы. Не мед. А что-то другое. И начал наслаждаться этим запахом. Начал это обсуждать. Понимаете идея. Называется злого. То есть такой человек он не может. Иметь друзей. Потому что дружба означает доброта. Без доброты дружбы не бывает. Согласен с этим. Что есть разные виды. Есть производственная дружба. Деловая дружба. Это отсутствие дружбы. Это просто. Мы друг другу растягиваем рот. Просто растягиваем. То есть улыбки нет. Просто растяжение этапа. Американской улыбки я уже говорил. Растяжение этапа. Вот дружбы никакой нет. Просто привет. Вот. Вот так вот. Но чтобы была дружба. Для этого нужно. Чтобы между сердцами двух людей была гармония. Определенный вид гармонии. Который называется добротой. Это означает что я чутко воспринимаю проблемы. И хорошие качества характера этого человека. Понимаете. Чуткость означает доброта. Без чуткости доброты не бывает. И сразу, кто внимательно слушает, у вас сразу возникнет вопрос. А вот на самом деле, вот Олег Геннадьевич, вот что-то здесь не то. Потому что, ведь я же чутко, чуткий ко всем. Я по чуткам ко всем. А ко мне как? Я вот чутко, я чутко к ним ко всем. Вот чутко. А они мне по щеке, по лицу бьют. Вот как, как бы чутким в этой жизни будут? Скажите, вот я к чутко, я к ним чутко отношусь. А они мне в ответ. М? И поэтому не все хотят, чтобы к ним чутко относились. И поэтому не все хотят, чтобы к ним чутко относились. Они боятся, а вдруг не то что-то произойдет. Какие-то проблемы вроде бы. Поэтому, как бы, оказывается, что доброта из одной чуткости не состоит. Второе качество называется непритязательность. Это другой вид греховных действий вызывает притязательность. Этот вид греховных действий означает нежелание признавать возможность, нежелание признавать право на правду окружающих людей. Нежелание признавать, что они имеют право быть хорошими. Понимаете? Это называется критицизм. Или притязательность. Человек когда действует таким образом, то есть ему вроде бы, но у каждого человека есть недостатки. Правильно? И на самом деле, ведь веды говорят так, что недостатки, если они есть, пусть они есть, но это не главное в человеке. Потому что истинная природа человека, духовная, она не имеет ничего общего с недостатками. Недостатки – это на поверхностное что-то, наносное, понимаете? Это не главная идея. Мы ведь себя все эти хорошими считаем. Или в нас недостатки – это главное? Вот у нас что, недостатки – это главное? Во мне, допустим, неужели во мне главное – это недостатки? Нет. 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 Ну почему же в нем тогда главное – это слово? Почему же мы считаем, если во мне – нет, то почему в нем – да? Почему мы, вот он, допустим, у него есть плохие качества характера у такого человека? Ну почему это главная идея нашего общения? Почему я всегда смотрю на него и думаю – так, ну все у тебя вроде бы все хорошо. Ну вот почему вот ты не можешь в этом-то, ну вот в этом-то, почему? А почему ты не можешь взять и не заметить этого? Потому что ты не признаешь его право на иметь, на то чтобы иметь недостатки. Ну почему он не может и право иметь, он же несовершенный, да? Но это все равно, что собаке говорит – почему ты гавкаешь? Вот смотрите, вот собака бежит по улице и гавкает. Человек подходит и говорит – ты чего гавкаешь? А что еще делать-то на собаку? Им больше делать нечего, если она гавкает перестань. Точно так же у человека, допустим, есть определенные качества характера. И есть недостатки. Но недостатки сразу не справляются, потому что там для этого нужно очень много работать над собой. Но есть много хорошего. Почему бы не обращать внимание на хорошее? Потому что у меня в сердце есть такая вещь, которая называется – нежелание признать правду другого человека. По-другому она переводится – гордость. Понимаете? Гордость. То есть я лучше, чем ты. Я лучше. Вот эта вот гордость как раз, она действует из тонкого тела ума из глубины озера ума так, что человек, глядя через нее, через эту гордость, пусть даже он станет чутким, очень чутким, но он, глядя глазами гордости, он будет чувствовать, что его право на чуткость не все будут признавать. Он будет это видеть. Понимаете? Допустим, он чутко относится к другому человеку, а тот не заметил этой чуткости в силу просто, ну, каких-то проблем внутренних, настроение, допустим, плохое или еще что-то. И человек, который не имеет внутри себя вот этой вот притязательности, вот этой вещи, что я лучше, он просто пропустит мимо, ну, как бы не обратит внимания, ну, не заметил, не заметил. Не обязательно же всем замечать, что я чуткий хороший человек. И не обязательно всем, допустим, на меня хорошо, ко мне хорошо относиться. Так? Ведь можно же ко мне как-то плохо относиться, так? Почему обязательно все ко мне должны хорошо относиться? Ведь у меня же есть тоже недостатки. Или все должны обязательно хорошо относиться? Так, пожалуйста, весь зал, пожалуйста, смотрите меня вот так, вот так, чтобы все улыбались. Это же искусственно, правильно? Вот каждый человек имеет право, мы даем свободу выбора человеку, как мы друг на друга смотрим. Но чуткость, когда человек очень чуткий, он сразу улавливает, так, он на меня смотрит не так, как надо. Но это не является, такая чуткость не является добротой. Понимаете? Потому что эта чуткость, она смешана с гордостью, перемешана с гордыней. Поэтому некоторые люди говорят, вот я чутко отношусь к ним, я добрый по своей природе, я чутко ко всем отношусь, а они как-никак относятся? А какая разница? Ведь доброта-то твоя, а не их. Если ты добрый, значит, у тебя нет проблем. Веды говорят, хотя бы одно качество характера святой личности, если есть у человека, он уже счастлив всегда. Допустим, если есть правдивца, он всегда счастлив. У него нет возможности быть несчастливым, потому что он правдивый. Точно так же добрый человек. Что? Точно так же добрый человек, он всегда счастлив. У него нет идеи быть несчастным, потому что он всегда, доброта означает гармония с хорошими качествами характера других людей. Допустим, я нахожусь в сильной гармонии, допустим, с качественным характером окружающих людей, и кто-то на меня со злостью смотрит, но я же одновременно гармонизирую с его добрыми и качественными характерами. Теперь, вот, если вам с двух сторон поставят на одну тарелочку меда, на другую испражнение, что выберете? Конечно, мед. Но почему, если я имею доброту и вижу в нем это мед? Доброта означает мед. Это гармония по хорошим качественным характерам, как бальзам. Она очень дает вдохновение, большое счастье. Если я вижу мед, то почему же я должен предпочтение в этом человеке отдавать тому, что он плохо обо мне еще там что-то думает? У него какие-то плохие есть акценты. Почему я, если я вижу мед, почему я буду испражнения отдавать предпочтение? Буду или нет? Значит, я меду-то не вижу. Значит, все-таки гармонии или чуткости по хорошим качествам характера нет. Поэтому человек говорит, я чуткий, я к ним вот забочусь, но они обо мне. Это значит, что у него нет настоящей чуткости. Понимаете? Она освернена гордыней. То есть, непритязательность означает отсутствие гордости. И непритязательность возникает только в том случае, если человек признает возможность других людей иметь свою правду. Это означает, что он признает, что они имеют право жить, как они могут жить. Он признает, что они могут иметь недостатки. Ну а разве интересно было жить, если бы люди, допустим, все не имеют недостатки? Ну здесь, на земле, ну в духовном мире я понимаю. Ну здесь же надо как-то другим людям помогать. У всех есть недостатки, есть над чем поработать. Так? Какой смысл тогда общаться? Итак, показывается, что есть еще третий, как бы, момент, который очень важен. Он означает мягкость, природную мягкость. Мягкость сердца или природная мягкость поведения означает отсутствие. То есть, мы первое, давайте, это, отсутствие злобы, первое. Второе, отсутствие притязательности. И третье, отсутствие склонности к насилию. Вот, а отсутствие, склонность к насилию откуда берется? От злобы. Это осквернение. Злоба, это уже конкретное действие. Злоба, злоба, злоба означает, что человек не понимает, что он приносит себе, в том числе, проблемы. Он действует заведомо, с целью навредить. Думаешь, вот это будет кому-то счастье. Это злоба. Вот, сама по себе, сама по себе склонность совершать насилие, она стоит раньше, чем злоба. Злоба, это уже ты имеешь, это ты уже хочешь. Склонность совершать насилие, это осквернение. Это вид осквернение. То есть, другими словами, человек получает в ум какую-то идею, что он без этой склонности совершать насилие не может. И без этого жить не может. Точно так же, как природа Скорпиона жарит. Есть такая ведра, такая есть, как бы, ну, притча, что, если ты знаешь, что, как бы, эта личность имеет такую природу жарит, не надо с ней слишком близко строить отношения, потому что неизвестно, а он будет жарит. Так, например, Скорпион попросил, ну, там есть такая притча, Скорпион попросил верблюда перевезти его на другой берег. И тот ему сказал, ну, слушай, ну, ты же меня, вот, ты ужалишь, подожди. Он говорит, ну, как, я буду стараться, не жарить, вот, я буду стараться всех сил. И он сел на него, и поплыли они. Вот, и Скорпион смотрит, такой тепленькая кожица такая, мягенькая, такую, и он такой уже рассматривался, и как, короче, жарит вам, вот, и они вместе потонули, а по дороге, когда тонули, он верблюд говорит, ну, ты че, мы же там это говорились. Я теперь тебя не смогу перевезти, он говорит, я, говорит, ничего не смог с собой поделать. Чувство взяли вверх. То есть, другими словами, если у человека есть вот эта склонность к насилию внутри, ему очень трудно ее побороть в себе. Эта склонность к насилию берется от того, что мы осверняемся контактом с предметами, которые несут в себе насилие. Понятно? То есть, мы вроде бы ничего плохого не делаем, но этот контакт, допустим, пища мясная, она несет в себе насилие. Ну, вроде бы, мы ничего плохого не делаем, никого не убиваем, берем, едим ее. Так как она связана с тонким телом умершего животного, то в результате этого у нас внутри попадает вот эта идея, что насилие ничего плохого к себе не несет, она приходит навнутрь, и эта вот склонность к насилию называют отсутствие мягкости сердца. Да? Никита Ильич, простите, можно вопрос задать? А нам идти, я вам был вегетарианцем. Ну и что? То есть... Он не прикасался к этим водителям? Ну, понятно, есть же другие варианты. То есть, можно быть не вегетарианцем, но просто убивать народ. Косить. То есть, не обязательно от мяса, правильно, вопрос хороший, не обязательно от мяса возникает склонность к сердца к насилию, не обязательно. Понимаете идея? Она может возникать и просто от того, что человек не черепко у него прелехал. И потом сказал, нормально, ничего страшного. Понимаете? Ну, так получилось просто. Или, допустим, есть другой вариант, когда насилие входит в сердце. Допустим, человек идет по берегу, и кто-то тонет. Ну, может плавать, но он как бы почувствовал, что на самом деле слишком много хлопот. Он начал кричать, допустим, на берегу. Ой, помогите, человек тонет. В тот раз, булька готов. И он подумал, да, я не смогу все равно. Все. Идея насилия пришла внутрь. Он, вроде, ничего не делал, ничего плохого. Он просто не совершил поступок, который должен был совершить. Или, допустим, парень крепкий, там, боксом занимается, идет по улице. Девушку, там, насилует, допустим, за углом. А нам надо видеть. И он думает, ну, наверное, я не пойду, помочь не получу. Не пойду я туда. Он что-нибудь плохого сделал? Он бездействие совершил, бездействие, арк бездействие. Но насилие пришло в его светость. Так что, кроме мяса, но основная идея большинства людей совершать насилие, люди думают, ну, почему вот у меня мягкости-то нет в голосе? Почему? Некоторые говорят, голос у меня такой. Знаете идеи? Почему мягкости нет? Голос у меня такой. Почему я тебе плохой? Я тебе ничего плохого не говорил. Я тебе хорошо сказал, но голос звучит грубо. Он сам звучит, независимо от нашего сознания. Мы даже не хотим грубо говорить. Это склонность голоса совершать насилие. Она сама по себе живет в нас. Мы даже ее себе не понимаем. Это называется осквернение. Точно так же человек, допустим, в это говорится, если человек касается испражнений, кроме коровы, он оскверняется. И у него портится настроение, в него попадают тонкие сущности. Это происходит независимо от его воли. Точно так же человек, который кушает не пищу, а благости, у него какая-то склонность к насилию приходит внутрь, и он не знает, почему так плохо. Почему он не может по-человечески поговорить, не с кем, а с близкими. Мягкость сердца означает, что в сердце нет склонностей к насилию. Само по себе, как бы, в сердце живет желание причинить только приятное. Ничего неприятного сделать не хочется. Склонность к насилию означает, что вроде бы и хотелось приятное сделать, но не можем, нет сил. Вот это вот мягкое сердце означает вид силы определенный. Это сила, способность, способность не просто хотеть сделать приятное, но еще и уметь это сделать. Ведь не всегда хватает силы. Понимаете? Мягкое сердце создает гармонию между окружающими людьми. Она дает возможность людям быть в состоянии абсолютно отсутствия барьера, такого вот опасности, ощущения опасности. Ведь насилие создает опасность, ведь ощущение насилия создает опасность. Таким образом, первое, отсутствие чуткости. Второе, отсутствие непритязательности. И третье, отсутствие мягкости в отношении делает человека лишенным доброты. Существует четыре вида доброты, и только два из них по-настоящему являются добрыми. Первое, духовная доброта означает, что человек настолько имеет сильную чуткость в видении окружающих живых существ, настолько он непритязательен по отношению к ним, и настолько у него мягкое сердце, что он видит их, самую глубокую природу. То есть он видит их суть. Суть человека — это счастье. У нас три сути. Счастье, вечности, знания. У каждого человека есть три сути. Счастье, вечности, знания. Вот когда мы видим первую суть — это счастье. Когда мы видим счастье, присутствие счастья в другом человеке, и больше ничего. Это называется видение души. То есть мы начинаем видеть душу, духовную природу. И такой человек, который уже не обращает ни на что, кроме счастья в другом человеке внимания, такой человек одинаково добрый к святому, простому человеку, падшему человеку, животному и растению. У него нет разницы, потому что и в растении есть душа. Он видит счастье от растения, от души, идущей из растения. Он видит счастье от души, идущей из собаки. Он видит счастье от души, идущей из человека, хорошего и плохого. То есть для него все одинаково любимы. Но другое дело, что это не значит, что он безразличен ко всем. Одинаково любимый, это означает, что изначально, до возникновения отношений с этими людьми, у него к ним косил доброе отношение, понимаете, доброта присутствует. Но естественно, что более близкие отношения он может строить только со святым человеком. Или с тем, кто его уважает как святого самого, то есть он стал наставником для этого человека. Хоть у того и нет достаточно хорошего качества характера, но он, тем не менее, слушает наставления. Или равное отношение, есть еще отношение более возвышенное. Понимаете идею, в чем заключается? Он не сможет иметь очень близкие отношения с растением, потому что он вообще не может общаться. Также с животным и с деградированным человеком тоже очень трудно установить близкие отношения. Но это не значит, что он не одинаково по-доброму относится к этим категориям людей. Понимаете идею? Потому что некоторые обвиняются в том, что они избирательно склонны общаться с теми, у кого более чистое сердце. Оказывается, существует такой феномен, когда святой человек боится, что тот будет деградировать. Он не строит слишком близкие отношения, потому что он знает, что если он его поскорбит, то есть у него не почувствует оскорбление, но этот человек будет сильно деградировать. Потому что чем выше духовно стоит человек, тем тот, кто стоит ниже, при оскорблении сильнее падает вниз. Понимаете? А оскорбление это самая большая сила, вызывающая деградацию, согласно ведомству. Выше силы не существует. Даже атомная бомба не вызовет. Она убьет, уничтожит тело. Но тело тут ни при чем. То есть все виды деградации находятся в тонком теле. То есть даже умерев, человек не освобождается от того, что в следующей жизни он будет деградировать, если он оскорбил кого-то, святого человека. И именно по этой причине высшие живые существа не показываются нам. Потому что мы не можем оказать им должного почтения. И в результате общения немедленно мы начинаем сильно деградировать, видя их. Понимаете, в чем мы делаем заключается? Поэтому то, что они не спускаются к нам сюда и не показывают себя, это еще не значит, что они недобрые. Потому что это тоже аргумент, говоря, там у них нет доброты. Вот, если они добрые, пошли бы ко всем. Почему они не могут? А потому что никто не может правильно относиться. Или мало кто может. Понимаете идею, в чем заключается? Итак, духовная доброта означает одинаковое доброе отношение ко всем. Доброта в благости означает желание. Вот запомните разницу. Человек в благости. Он еще не очистил свое сознание полностью. Но у него появилось стойкое желание творить добро. Он хочет делать добрые дела и одновременно не хочет делать своих дел. Потому что некоторые люди, они как бы хотят делать добрые дела, но как бы внутри у них остается идея, что все-таки в каких-то случаях надо и по злому поступить. Ничего страшного. В основном же я творил добро. Но иногда приходится, так сказать, наказание нет проблем. Если ты начальник по своей должности, ты можешь наказывать. Но оказывается, веды говорят, кого бы ты ни наказывал, ты должен это делать с добрым сердцем. Почему с добрым сердцем? Потому что доброта, мать правдивости. А правдивость означает способность услышать. Помните, мы говорили, если человек не слышит вашей правды, это значит, что его понимание, ваше понимание вещей внутрь его не зайдет, потому что только правду принимают. Это означает, что доброта, мать правдивости, она проталкивает правдивость перед собой. Если человек со злым сердцем наказывает, это он лишает другого человека возможности понять, о чем, собственно, речь. Даже очень разумный человек, его наказывает человек, допустим, который говорит ему, вот так надо, ты понимаешь, там, где такой, сикой. И он как бы и хочет понять, но ему не пускает какая-то сила. Он не может слушать этого человека, потому что сила, это насилие, которое совершается над ним. Оно закрывает ему разум и способность слушать. Слушание это не является чисто механическим процессом. Слушание означает определенное свойство разума, с помощью которого разум получает информацию в себя внутрь и трансформируется определенным образом. Если человек со злостью говорит что-то, разум не может трансформироваться, потому что злость не дает ставить барьер. Информация в разум не заходит. Человек как бы услышал то, что сказано, но при этом у него нет совершенно никакого внутреннего ощущения, что тот прав. Понимаете? Таким образом, доброта является матерью правдивости, и начальник должен быть добрым в наказании своих подчиненных. Это не значит, что он всех по головке гладит. Нет, он обязан, наказывает, согласно ведомому, если подчиненный совершил какое-то нарушение, и начальник не дал ему должного наказания, то этот начальник будет сам отвечать за то, что он сделал. Потому что он начальник, а не подчиненный начальник. А иначе какой смысл у них начальник? Так говорится, ведом. Он должен наказать. Вот это двойственная позиция, поэтому, говоря к начальникам, как бы, хорошо, что тебе, тебе хорошо рассуждать, ты начальник. А кажется, начальник гораздо тяжелее, чем подчиненный. Потому что он должен наказать, и одновременно должен это сделать с добрым сердцем. Таким образом, квалификация начальника не у каждого человека может быть. Именно доброта дает эту квалификацию. Поэтому следует отметить, что есть как бы солнечные черты характера, а солнечность означает также и уважение, и почет. Почет и уважение идут, дается он как награду человеку за то, что он действует правильно. Правильно. Доброта – это чисто солнечное качество характера, оно идет от солнца. И когда человек имеет это качество характера, его начинают уважать. А уважая его, выдвигают наверх. Если же человек сам лезет наверх, карабка, и с помощью махинаций каких-то, он пытается занять высокое положение в обществе, незаслуженно, не с помощью, не потому что люди хотят, а он сам хочет, то в результате этого, занимая это положение, он не может управлять людьми, потому что у него нет силы, которая дает возможность управлять. А как это символ называется? Доброта. Только с помощью доброты можно управлять окружающими людьми. Вот это еще один момент в законе доброты, чтобы вы знали. Даже правдивость не дает возможности управлять. Только доброта. Если ты не по-доброму относишься, люди уже не будут с тебя слушаться, у них не будет идей. Они могут быть и будут слушаться просто в силу своей порядочности, но внутреннего чувства, желания как бы слушаться у них уже не будет. Итак, доброта, благость означает бескорыстное желание творить добрые дела, и нежелание, нежелание творить свои дела. То есть человек, который имеет доброту, благость, он еще не очистился полностью, у него еще есть недостатки. Но всегда он отличается от того, кто не хочет очиститься тем, что когда он совершает плохой поступок, в силу того, что грехи заставляют его, то есть у нас бывает, у нас есть такая вещь внутри, чтобы вы тоже знали. Когда планета стоит плохо, человек помимо своей воли совершает плохой поступок. Он не хочет. И разница между тем, который как бы помимо своей воли совершает, и говорит, ну вот грехи меня догнали, а поэтому так делаю. Вот, нормально. Я плохой, он говорит, я плохой. Понимаете? Я ничтожествую, он говорит. Понимаете, что я ничтожествую? Вот, это называется вид хитрости определенных по отношению к самому себе. А по-настоящему добрый человек, он совершит такой поступок плохой, он испытывает сильное раскаяние немедленно. То есть он совершил уже этот поступок, но он раскаивается. Вот именно раскаяние, не внешнее раскаяние, там есть такие люди, они могут целую воду там сказать. там, Богу так напустит. Господи, пожалуйста, прости меня, я такой грешник, там, тут и все, целую воду. Но внутреннего раскаяния при этом нет. Он пошел, а что означает внутреннее раскаяние? Означает, что человек, как только раскаивается, у него снижается порог этого греха. То есть способность совершать этот грех у него становится меньше уже. Он может его и делать в следующий раз еще меньше. И потом раз, его уже нет. Настоящее раскаяние, оно очищает сердце от того греха, который был совершен. То есть грех с Крымца вышел наружу, но не завладел сознанием человека. И поэтому он ушел, просто его нет. Понятно? Да? Да? Ваш вопрос. А можно задать вопрос? Вот народная пословица, правда, которые голоса, значит, это злая пословица. Это не появление доброты, а при появлении народной взрослой. Нет, мы еще сейчас об этом не говорим. Спасибо, что говорили. Доброта в страсти означает быть более добрым своим родственникам и близким, чем ко всем остальным. И по-другому так нужно называть сентиментальная доброта. Сентиментальная доброта это враждебное чувство по отношению к своим родственникам, чтобы вы знали. Это не чувство положительное, это чувство отрицательное. Я вам сейчас приведу несколько примеров, и вы увидите, что это так. Мамочка, я хочу конфетку. Ну, сыночек, у тебя же сахар на дне обеда. Ну, как ты будешь здесь? Маму, я хочу конфетку. Ну, как папа. Мамочка, ну как я? У меня же не каменное сердце. Правильно? Нет, я же могу, допустим, я же, хоть я и врач, дебетолог, да? Я могу запретить есть конфетки всем. Всем. Но своим сыном не могу. Он же мой родной. Ну, как я ему скажу, еще есть какой-то. Ну, кушай с ним, ладно. Пусть у тебя развалятся сосуды глаз. Ночи, пускай у тебя развалятся сосуды. Пускай мне потом ногу. Все-таки хочется же тебе слушать конфетку. Как я могу против этого устоящее? Второй вариант. Сентиментальная доброта, которая является врагом между отношениями между родственниками. Миша, там тебе жена пришла. Миша, умирай. Слушай, пускай она подождет за ты. Почему? Да что-то мне и так тяжело. Нет, нет, она должна зайти, она же твоя жена. Ну ладно, пусть заходит. Ай, Миша, ты убираешь. Миша такой уже. Пошел на последнем исходе. Вот. Теперь к Миши приходит Петя. Говорит, Петя пришел. Пускай, ой, пускай по себе. Петя пришел, говорит. Слушай, помнишь, как мы с тобой в лес ходили? Как мы там-то, с тобой там-то гуляли и убедили лоси? Он говорит, помни. Он такой раз наживает, начал. Понимаете? Разницу между подходами. Что такое сентиментальная доброта и настоящая дружба. Доброе чувство рождает желание помочь. А сентиментальная доброта называется слабость у сердца. Мы сейчас об этом будем говорить. Это является врагом номер один человек сентиментальной добротой. Потому что она полностью уничтожает отношения между родственниками. И оказывается, все разочарованные мамы, которые разочаровались с своих детям, считая их жестокими по отношению к себе, на самом деле эту жестокость всю жизнь по отношению к своим детям проявляют сами. Потому что материнское чувство не означает, что я должна наслаждаться этим тельцем, который находится рядом со мной. А означает, что я должна воспитывать из него человека, несмотря на то, что мне хочется всегда, чтобы он улыбался. Понимаете, я должна воспитывать в нем настоящего человека, несмотря на то, что мне больно видеть, как он грустит. А оказывается, если ребенок маленький, он ведь будет делать ошибки, его надо наказывать как-то за это. Человек, которого нет доброты в сердце, он не может наказывать. Или наказывает жестоко. У него двойственность, понимаете? У него нет идеи, как что надо доказывать с добрым сердцем, потому что доброты-то нет. Это же не искусственная вещь, доброта. Но, кстати, он злится на своего ребенка, говоря ему правду. Ребенок думает, какая же это правда. Он чувствует, что это несправедливость по отношению к нему, потому что он не чувствует, ребенок не чувствует слов маленьких, он чувствует злость. У него еще нет сформированного разума, чтобы слова входили. И структура слов в ум, в разум не входит. Но злость родителей входит. И с другой стороны, когда родители на самом деле ведут себя по-доброму, как кажется, они только ведут себя по-доброму, только потому, что они не хотят злиться. Да? Они хотят злиться означает, что они будут потакать ребенку. И баловать. Не хотят, ну правильно, не хотят проблем. Правильно сказать. И баловать ребенка. Да? Вот это состояние сознания называется слабость сердца. Запишите, это очень важно. Давайте запишем четыре отличия доброты от слабости сердца. Давайте сейчас серьезно поговорим на эту тему, это очень важно. Если человек по-настоящему первое отличие доброты от слабости сердца. Добрый человек воспринимает очень легко строгость свой адрес. Почему, как вы считаете? Он легко воспринимает строгость свой адрес. Это ответ на ваш вопрос. Доброта, правдивость, правда колет в глаза. Кто за тобой? Да. Правда колет в глаза. Она всегда колет в глаза. Но она и правда, чтобы глаза кололи. Потому что правда означает, что я сделал что-то не так. Естественно, у нас есть эгоизм внутри. Но человек, который добр по своей природе, он смотрит в глаза тому, кто говорит ему эту правду, и что происходит у него внутри. Он видит, что этот человек на самом деле хороший. Потому что доброта заставляет его гармонизировать с хорошими качествами характера этого человека. Представьте, видя, что он хороший, но при этом он говорит мне что-то тяжелое. Раз он хороший, значит я могу потерпеть от него это. Понимаете, доброта, правда, колет в глаза. Но добрый человек способен быть правдивым. Потому что ему хоть глаза и колет, но при этом у него внутри ощущение, что все будет хорошо. Понимаете? Но когда человек не может быть добрым, в силу того, что три качества, которые мы обсуждали, у него отсутствуют, или хотя бы одно из трех этих качеств отсутствует, доброту еще не будет. Мягкости нет, доброты нет. У меня голос такой. Вот, хотя чуткость может есть, и допустим, непритязательность тоже есть, способность терпеть окружающих людей. Но нету безгрешия в этом плане, именно в плане отсутствия насилия. Человек не может говорить добрые слова, потому что у него изнутри идет злоба. Хотя он сам не хочет. И так, человек способен воспринимать строгость свой адрес. Это значит, что он добрый по природе. Дальше. Второй момент очень важный. Оказывается, что доброту, человек по-настоящему добрый, он знает, что добрый поступок, как сказал Вальтер, можно злые поступки каждый день совершать тысячу раз. Но по-настоящему добрый поступок хотя бы раз в день совершить очень трудно. Очень трудно. Почему трудно? Потому что человек чуткий по своей природе и добрый, он прежде чем сделать добрый поступок какой-то, подумает, а действительно ли это будет добро по отношению к этому человеку. Вот тот человек, который не имеет слабости сердца, он проявляет свою доброту в соответствии с знаниями. Он добрый уже, ему не надо проявлять ее. Человек, который не добрый по природе, но хочет, допустим, положение в обществе, успеха, он как бы всегда показывает всем свою доброту. Так? Вот посмотрите, какой я. Вот я и такой, и такой по отношению к вам. Это можно увидеть, допустим, в магазине. Да? И они говорят, что все официанты, допустим, злые. Но эта специальность, она предполагает, что человек должен быть добрым. Так как доброты настоящей нет, то официант, и бывает иногда, я говорю, что у всех официантах, иногда официант, он ко всем одинаково добрый, как бы, ну, на уровне святого уже. На самом деле, это не является добротой. Это просто определенный стиль желания выглядеть добрым. Понимаете? Вот. И вот это вот желание любить добрым, оно относится к доброте в страсти. Так же, как к желанию иметь доброту по отношению к своим родственникам. И есть еще четвертый вид доброты, но я забыл об этом сказать, невежествы. Что человек, как бы, человек злой по своей природе, да? Он убивает там сотни людей. Потом ему, ему раз, у нас в камне подсудимых, ему выносят смертный приговор. Или, допустим, там 10 лет, ну, пусть там не смертный, так, представим этот случай, не смертный приговор. Говорит. И он испугался, ему 10 лет сидеть в тюрьме. И вдруг, доброта просыпается в его сердце немедленно. Он начинает, он падает прямо на пол, начинает кататься, говорит, я такой сикой, я столько сделал злости, гадости этим людям, я такой плохой. И все видят, что он добрый. И он тоже чувствует, что он добрый. Он раскаивается в это время, во время сильного испуга, он сильно раскаивается. Но в отличие от, по-настоящему, доброго человека, в чем заключается? В том, что, когда его прощают, он делает потом то же самое. Он успокаивается, понимаете? У него уже нет проблем с этим. Говорит, я что-то там говорил, непонятно. В таком состоянии стресса, чего только не скажешь, да? То есть всякие варианты, слов вылетают из головы. Но на самом деле, он потом меняется в сознании. У него нет искреннего раскаяния, потому что злоба, сидит в сердце, и она должна быть наказана. Поэтому, такому преступнику не должно быть поблажки. И в этом заключается настоящая доброта по отношению к нему. Поэтому, доброта может проявляться совершенно по-разному. Оказывается, по-настоящему справедливый прокурор, он столько наказания даст человеку, чтобы тот смог исправиться. И с таким добрым сердцем даст это наказание, чтобы тот хотел исправляться. Понимаете? Поэтому, если человек выносит приговор, то есть, но злость у него идет изнутри, это еще не значит, что он поступил правильно. Потому что прокурором может быть только добрый человек. Понимаете? Потому что он с приговором выносит так же, показывает человеку, что ты должен быть хорошим, поэтому я тебе и даю такое наказание для очищения сознания. Поэтому в ведической культуре считается, что вот эти должности прокурор там, руководитель, это очень высок, должности для очень высокого сознания людей. Очень высокого сознания, которые должны постоянно работать над своими качествами характера. Иначе у них только будет накапливаться греховная деятельность внутри. Понимаете идею? Вот это проявление доброты в невесте. Давайте слабое сердце продолжим разбирать. Значит, мы сказали, что добрые люди воспринимают очень легко строгость в адрес и лишение тоже в адрес легко воспринимают. Дальше проявляют свою доброту в соответствии с сознанием. Это второй признак добрых людей по-настоящему. Не везде вот как попало, как вот мы, например, приводили, в соответствии с сознанием. Они не показывают свою доброту, у них нет такой идеи. А если нужно, они хотят. Но вы не хотите, и изучают как? Дальше. Их характер проявляется одинаково мягко ко всем. Вот бывает, знаете, вот, допустим, в производстве денег, в производстве отношений, есть люди, которые со всеми очень вежливы. Так? Есть люди, вежливо относящиеся ко всем. А есть люди, которые к одним вежливы, а к другим нет. Вот это вот отсутствие вежливости к одним, а вежливость к другим указывает на то, что человек имеет доброту в страсти, а не доброту в благости. То есть, его доброта показная. Доброта в страсти означает показная доброта. И, пожалуйста, не сомневайтесь в этих словах. Потому что доброта это изначальное качество, присущее человеку. Точно так же на блогина нельзя сказать, что он, допустим, шатен там, еще кто-то. Точно так же на доброго человека нельзя сказать, что он злой. Ну, а на злого человека некоторые говорят, что он добрый в силу ошибки. Потому что злой человек может иногда, да? Доброе отношение не означает, что ты поощряешь как махи качество характера другого человека. Доброе отношение, оно бывает со всеми категориями людей разное. И мы сегодня с вами будем это разбирать. Есть несколько категорий людей и подобрые отношения с этими разными категориями людей разные. Мы об этом будем говорить. Итак, четвертое. Доброта по-настоящему доброго человека проявляется всегда, даже когда ее проявление грозит неприятностями. Вот. Это означает, что человек, он как бы не боится, не боится. Его доброта она присуща по природе. И он не может быть злым. Даже если как бы его проявление доброты, оно вызывает неприятность. Например, человек, добрый человек, он, как мы уже сказали, является правдивым автоматически, потому что доброта обманет правдивости. И он, допустим, видит, что незаслуженно ругают какого-то другого человека. Он подходит, говорит, давайте, не будем этого человека ругать, но ругать, потому что он не виноват. Правдивый человек видит, кто виноват, кто нет. Вот эта способность видеть мысли другого человека, мы говорили, она тоже идет из правдивости. То есть возможность видеть мысли, предсказывать, это все качество правдивости дает. Он говорит, а он не виноват, я вот чувствую, что он у него, давайте мы пока отложим и разберемся по всем. Ему говорят, иди отсюда, еще раз выступишь, мне тебя тобой. Вот. А он говорит, не могу. Я вот чувствую, что он хороший, нет, правдивый. Но будут, доброго человека, будут что-то с ним делать плохого, нет, с доброго человека, будут, по-настоящему. Потому что правдивость, это сила. Если человек прав, то его, может быть, и хочется там, где-то внутри, но как что-то мешает. Понимаете? То есть во всех сражениях, как мы говорили, мравственно сильный человек побеждает, потому что если мравственно слабее человек, у него праведности меньше, то того, как бы, да, он не может уже против него действовать. У меня был такой случай в детстве, я как-то боролся с одним, я занимался сам, но боролся как-то с одним мальчиком, он был покрепче, но он не знал приема, я как бы его сломал, вот, и я чувствовал превосходство, и вот это вот у меня появилась вот эта вот склонность к насилию как бы из-за этого. И другой парень подошел, и он сказал, отпусти его, то есть, и у меня, понимаете, я чувствовал превосходство и над ним, и над ним, у меня не было проблем. но у меня появилось такое оцепенение, понимаете, вот это оцепенение, то есть, я нравственную слабость проявил, понимаете, в отношении с этим человеком, я почувствовал себя, как будто я, вот, знаете, вот, как будто я, меня застали за каким-то ужасным поступком, и этот человек, он смотрел на меня, я до сих пор помню эти глаза, у него столько благородства было, то есть, он не боялся, что я там как-то с ним, допустим, что-то буду делать, ну, у меня все равно не было никаких проблем, он просто смотрел на меня глазами правды, и у меня так, вот это вот, я точно помню, как это происходит, я запомнил на всей жизни, у меня больше никакого желания не оставалось вот этими вещами заниматься, я понял, правдивость, она передается через сознание вот таким поступком, таким образом, доброта, по-настоящему, добрый человек проявляется с собой доброту всегда, когда его проявление ее дотразит неприятностью. Теперь, слабый сердце, слабый сердцем или слабохарактерный человек, как эти четыре тоже признака проявления слабохарактерности. Человек такой, первый признак, он делает, пытается сделать что-то хорошее, как он считает, только для того, чтобы прослыть добрым и мягкосердечным. Идея его сделать хорошая, чтобы его считали добрым и мягкосердечным. У него нет идеи сделать доброе, понимаете, у него есть идея прослыть мягкосердечным. И так часто бывает воспитатели, допустим, в школе, ну, учителя, они часто, допустим, допустим, новый класс, если по злому себя поведешь, то потом кистоны будут подкладывать, подстывы, там, еще что-то, тут уже не видит вариант. Надо пытаться быть добрым. И если, как бы, настоящей доброты нет, то такой учителем пытается простыть мягкосердечным. Но, так как у него нет доброты, чуткости сердца нет, чуткости сердца нет, он не знает, не чувствует, в каких ситуациях надо быть добрым, а в каких ситуациях надо быть строгим. Он так, у него есть различия, потому что он не знает, что у доброго человека и строгость тоже является добротой, проявлением доброты. Представьте, он начинает по-доброму относиться также и к тем ученикам, которые на самом деле, с которым должно быть строгое поведение. И результат того, что получается, они немедленно садятся на голову, на шею. Потому что правдивости-то нет настоящего такого учителя. Они на шее начинают сапицы и еще больше издеваются над ним. И тот думает, Господи, я и по-доброму, и так, и ся. А как с ним и ся везде, я не знаю. Оказывается, что учитель это не должность, а квалификация сознания. Человек не может быть учителем, если у него нет правдивости. Правдивость это основа способности обучать. Без правдивости знания не входит в уши других людей. И так же уважение к человеку, который его дает, тоже не существует. Понятно? А правдивость без доброты не бывает. Поэтому человек должен культивировать в себе доброту. Мы будем говорить, как это делать. Чуть-чуть позже. Второе проявление слабости сердца или слабость характерности означает, что слабохарактерный человек идет на поводу у плохого человека, считая, что это он делает по своей доброте. Ну, например, другой человек, допустим, ко мне звонит сосед и говорит, слушай, Олег, дай мне, пожалуйста, на бутылку сегодня. И смотрит на меня. Он такой уважаемый, вот и так, и смотрит на меня. Ты же, говорит, доктор, ты же понимаешь мое состояние. Или ты не понимаешь. Ты же доктор, или ты не доктор. То есть, он не просит. Он, используя правду по отношению ко мне, приказывает мне дать ему взаимодонный пыл. Но делает это в мягкой форме. И вот это, это состояние, когда человек попадает в такую ситуацию, она проверяет, действительно у тебя есть доброта в отношении к нему или нет. Потому что в этом случае доброта, это противоположное качество слабохарактерности. или доброта, или доброта дает сильный характер, кстати сказать. Потому что добрым у человека нечего бояться. И так, как поступает добрый человек в отношении к нему, он говорит, заходи. У него нет проблем, он не чувствует, что он там начинает, что он тяжело. Ну, нет проблем. Потому что он видит, что этот человек на самом деле хоть он пьяница, но он хороший. Доброта означает почувствие сердца. Увидит, что он хороший. Он говорит, «Ну, заходи ко мне». Тот заходит и чувствует так. Доброта-то действует, правдивость, значит, тоже действует. Он смотрит, он смотрит, что у него уже как бы его стиль. Он здесь не в этом случае действует. Он раз заходит, такой, дин-дин-дин-дин. Он говорит, «Пойдет, я тебя на королю». Он говорит, «Да я тороплюсь там туда, сего, мне некогда». Он говорит, «Ты ко мне пришел, в дверь позвонил? Да. Ну, тогда зайди и посиди со мной, покушай чуть-чуть». Понимаете? То есть, такой человек, когда он его кормит, он говорит, «Ну что, что у тебя приключилось там? Что ты пьешь тут? Зачем? Плохо же». Понимаете, когда добрый человек с ним таким образом начинает общаться, возникает гармония. А гармония означает счастье. И такой человек начинает плакать, подумать, «Ой, у меня жизнь такая плохая». Он говорит, «Ну ладно, давай. Я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Давай, пожалуйста». «Повари с собой немножко». Все. Понимаете, так добрый человек поступает. А слабосердечный, он такой, начнет пляться дано, «Эааааа, ситуация тяжелая, что делать? Этот достал меня соседу, уже со своими деньгами просит». И у него два варианта. И со злостью сказать, да пошел ты отсюда, и схлопнув перед его носом дверью. Испортит отношения. Второй вариант какой? Дать дверь. Ну да. Чего я так не возьму сказать? Оба варианта, человек оправдывает очень легко. В первом варианте он говорит, а что с этим, извините меня, плохим человеком там, как вы скажете, строить какие-то отношения. Ну он сам такой, что с ним возьмешь. Второй вариант, а что я могу сделать в этой ситуации? Я же добрый человек, я не могу, как бы он мог казать? Понятно? То есть оправдание приходит моментально в этой ситуации. На самом деле добротой здесь не пахнет. Оказывается слабохарактерность приносит немедленно склонность к обману. Точно так же, как доброта является матерью правдивости, слабохарактерность приносит склонность к обману. И оказывается обман здесь разорождается не по отношению к другим, а по отношению к себе. Вот когда человек был жжет к другим людям, обман рождается по отношению к другим, а потом отношение к себе. А когда человек слабохарактерно поступает, сначала по отношению к себе обман возникает, а потом по отношению к другим. Точно так же мать, которая неправильно воспитывает своего ребенка, балует его. Она обманывается на себя сначала, она думает, что она по-доброму к нему относится, а потом смотрит, а он жестоким вырастает человеком. Потому что откуда что взялось? Откуда жестокость-то взялась? Она думает, а вот откуда взялась? То, что на самом деле это не является добротой. Слабохарактерность не является добротой. Понимаете? Идея. Итак, третий признак слабохарактерности означает, что человек отказывается от выполнения своего долга, который продиктован истинно, ссылаясь на то, что это принесет кому-то страдание. То есть слабохарактерный начальник, как он поступает? Он говорит, хорошо, делайте, что хотите, меня уже это все не волнует. А? Человек отказывается от выполнения своего долга, мотивируя, что кому-то это принесет страдание. На самом деле человек по-настоящему добрый, он не чувствует, что он кому-то страдание приносит, выполняя свой долг. Он понимает, что наказывает этих людей, он делает им пользу. И он знает, что это польза действительно будет, потому что он, наказывая, дает человеку силу исправиться. Ведь почему человек-то исправляется, который наказан добрым человеком? Как вы считаете, почему он исправляется? Потому что, когда его наказали, он приковывается вниманием к этому человеку доброму, который его наказал, и пытается найти в нем недостатки. Но так как добрый человек его наказал, он как мышка, он не может, он хочет, как бы сказать, неправ. И все, и тогда я оправдан. Он меня неправильно наказал, но он чувствует что-то, как бы, не получается у него эта идея. Это называется сила, вот эта вот доброта, это сила, которая дает возможность изменить другого человека. То есть, наказывает добрый человек, тот не может, не может оправдать себя, и в результате он начинает исправляться. Понимаете, он не может, он добрый человек наказал, да? А это такая ситуация, вот там, люди просят денег, да? То есть, на улице чужие люди, как бы, просят денег, вот такой вот. Ну, в итоге ситуация, как бы, да, денег – это добро. Самой же ранг, да? Нет, это не добро. А я... Странно? Почему? Потому что это пожертвование в невежестве. Мы будем тему пожертвования разбирать. Если вы даете денег человеку, который пропьет... Это поощрение. Да, это называется бельковная деятельность, за это будешь страдать. Но, что касается совершения пожертвований, существует определенный вид пожертвования в благости. Если у тебя... Если ты должен разобраться, кто просит деньги, если человеку, решит не давать. Если ты не можешь это делать, ты можешь дать ему пищу какую-то, это не является бельком. Или ты можешь пожелать ему счастья. Но ты можешь не давать. Если ты добрый человек, ты можешь не давать. Ты не знаешь, кому ты даешь. Может быть, это очень хорошим не будет. Но добрый человек по-настоящему, святой, он чувствует, кто кому надо давать, кому нет. А если не чувствует, то лучше не давать. А если не чувствует, значит нет четкости в сердце. Это значит, что лучше всего, как бы подумать, стоит давать или нет. Надо просто поступать в этом случае в соответствии со знанием. Где давать деньги и знания. Возле церкви пожертвований в благости считается в любом случае. Бог не подпустит такого человека. Даже если он напевает. А на вокзале, если ты жертвуешь, это место невежественное не является. И поэтому там нельзя жертвовать деньги вообще. Веды говорят, нельзя на вокзале жертвовать. Человек, если его обокрают на вокзале, ему некуда ехать. И он не на что ехать. Вот что вы думаете? Порядочный человек будет по вокзалу мотаться деньги и всех просить что-то. И он пойдет белье и скажет. Принимайте. Я ваш. Не на что ехать. Все. Идея понятна, нет? Эта тема пожертвований очень такая. Есть о чем поговорить? Не сегодня. На самого времени. Итак. Человек отказывается от пополнения своего долга, который продиктован истинно, ссылаясь на то, что это принесет кому-то страдания. И четвертый признак слабости сердца. Такие люди, они могут оставить человека в беде, боясь опасности и при этом причитая думать, что сострадают ему. Как мы говорили. То есть человек тонет. Я стою рядом. У меня слабое сердце. Я кричу. Помоги. А сам могу плавать спокойно. Могу доплыть. Помочь ему. Но. Я не могу, не хочу этого делать. Это называется слабое сердце. Понятно? И оказывается доброта, это не дешевая вещь. Оказывается доброта идет от того, а то есть теперь такой вопрос. Как же быть добрым? Оказывается доброта приходит только к тому, кто совершает много добрых дел. А добрые дела, это те дела, которые как бы продиктованы знанием. То есть есть Священное Писание, которые говорят какие дела являются добрыми, а какими злыми. Поэтому человек должен, чтобы быть добрым, он должен изучать Писание. Прежде чем делать добрые дела, он должен знать доброе это дело или зло. Как мы сейчас ситуацию разобрали. Оказывается не доброе дело. Давай пожертвуем и пьяницам. Вот. Поэтому человек, который действительно по-настоящему добрым, может стать только добродетельный человек. Добродетельный. Это значит, что у него хватает запаса благочестивых поступков в своей жизни. То есть как стать добрым? Надо делать добрые дела. Итак, первый шаг делать добрые дела, которые действительно приносят людям пользу, стремиться к этому. И просто говорить, а у меня нет в жизни ситуации, когда бы я доброе дело сделал. Оказывается, что если ты хочешь жить сейчас, счастливо, ты должен искать эту ситуацию. И хотеть ее. И тогда она появится. Несомненно. Простите искать? Да. Сам искать? Да. Должен искать желание, искать возможности делать добрые дела. И вот, правильно, очень хороший вопрос. А зачем я буду это искать? А затем, что есть законы нравственности. Есть законы нравственности. Они означают, что человек, который не имеет доброты и правдивости, будет несчастным в своей жизни. Зачем? Что, какие виды несчастья он получает? Вот, хотя бы не отсутствие правдивости. Ему не дают возможность предвидеть плохую ситуацию в жизни. Он будет как бы как котенок в мешке жить. Дальше. Второе. У него не будет нравственной силы победить. Допустим, в ситуации любой, даже устроиться на работу он не сможет. Его не будут слушать, потому что у него нравственной силы нет. Это правдивость попадает. Дальше. Он не будет иметь возможности понять, о чем думает другой человек, потому что отсутствие правдивости внутри не дает возможности понять, лужок человек или нет. То есть, опять как кот в мешке будет жить. А доброта и дается материю правдивости, потому что без добрых дел правдивым не станешь, и без правдивости не проживешь. Поэтому человек должен искать возможности совершать добрые дела. А гури ведь так глупо, да? Ой, кошмар! Да? Куда мы попали, да? Так вот, оказывается. Слушайте дальше. Еще не то скажу. А? Где искать? Где искать? Тоже в другой вопрос. Есть сфера деятельности человека. То есть, не надо прибегать на улицу и кричать. Люди! Я хочу, ты вам доброе дело сделаешь. Нет, это неправильно. Оказывается, что у человека есть предписанные обязанности, и он их выполняет всему того, что он живет. У каждого есть определенная природа ума. В соответствии с этой природой он движется из 26 часов этих лепестков качеств характера, у человека одно из них лучше развито, чем все другие. И в этой сфере его тянет действовать. Почему? Потому что так как качество характера развито чище, лучше, значит эгоизма там меньше. Раз эгоизма там меньше, значит он добрые дела хочет делать через эту сферу деятельности. Это и называется природой человека. Природа или предписанные обязанности не означает то, что мне нравится делать для себя. Допустим, мне для себя нравится кушать конфетки. Это еще не значит, что это моя природа, понимаете? Я говорю, я ничего не буду делать, потому что мне нравится, кто кушает конфетки. И я буду только это делать, это моя природа. Нет, природа означает действовать на благо кого-то, понимаете? Нравится мне, нравится делать какое-то доброе дело. И в этой сфере, вот в которой я действую, это называется моя природа. Я должен там устроиться на работу в этой сфере и жить в соответствии с этим. Мне нравится, я вдохновлен. Жить в этом направлении для людей. И поэтому именно в этой сфере, которая уже дорожка раскрыта, а потом остальные качества характера будут раскрываться постепенно, человек должен действовать в этом направлении и должен искать возможности, потому что иначе как проявится твоя природа? Как ты будешь счастлив, если ты хочешь делать для других что-то доброе? Вот, а при этом вдруг оказывается не надо искать. Это точно так же, как человек пришел на работу, допустим, ему надо там свернить дырку в болванке, да? Но он думает, какой смысл мне болванку искать, если она вот здесь вот конкретно не лежит, она лежит где-то там. Зачем мне туда идти и ее искать? Я буду здесь сидеть. Иначе они подходят, а ты что не сверлишь-то? Он говорит, а мне не обеспечили рабочее место. Иначальник ему говорит, good bye, my lord, good bye. Все, привет. Неквалифицированно заниматься этой деятельностью, потому что у него на нее доброты не хватает. Он не хочет этим заниматься, просто ему деньги нужны. А начальник знает, что надо брать того, кто хочет этим заниматься. Но то у него природа, он хочет сам это делать. Ему хочется творить добрые дела. Поэтому человек должен искать, творив добро. Иначе ему не сдобровать. Понятно? С той степи, в которой он живет. Существует четыре категории добродетельных людей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.